Девушки отдыхают 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 встановлено, что на сгарищи были найдены останки людского тела, а именно кистки, фрагменты ноги и другие доказы. С метою установления особи, которая является потерпелой, было оглянуто останки, и среди них местилась часть взуття. С первой работниками криминального анализу было проведено идентификацию и установлено, что взуття является брендовым шкільяным 45-го размера. С данной метою было проведено співробитниками криминального анализу и працанниками карного розшуку отработание всех сообщений, которые были зарегистрированы на территории Чернигівской, Киевской, Полтавской и Места Киева, с метою идентификации особи, которая может рассчитаться без вести сниклою. При спілкуванні с одной из потерпелых было установлено, что особа, которая является ее братом, сникла без вести, и с ней был втрачен связок близко 12-го липня. Также она объяснила, что ее брат носил брендовое взуття и, возможно, данную фирму, которая была виявлена на месте подъя. В ходе отработания версии, что потерпелой особи может быть в том, что жительница Киева, который раньше работал в банковской сфере, было отработано коло его связок, среди которых установлено особу, с которой на передаду возникновения он распилал спиртные напои в одном из заместных домов Киевской области. В ходе конфликта, в ходе возникновенного конфликта, где в подальшем и спалив его. Залучившись с поддержкой коллег из Киевской области и Киева, в частности, Департаменту криминального анализу, было отработано маршрут руху особи подозрянного и его автомобиля. И было установлено, что после совершения убийства останний на своем автомобиле он ввез тяло потерпелого до Чернигівской области. Водпрацовывая коло близких людей, с которыми спілкувался потерпелый, было установлено, что останним часом он провел несколько последних дней до своего возникновения с моим старым знакомым. Товарищем виявився один из директоров инвестиционного фонда в Киеве, который проживался в Киевской области. Проведеними оперативно-решковыми заходами было установлено, что для того, чтобы прихватить следы злочину, подозрянный выехал до буддювельного магазина, где ним было придбано ряд товаров, за допомогою которого он в подальшому сдохнив подпал тіла и пытался приховать следы злочину. Тіло было в селе Нечогівка Козелевского района Чернигівской области. Это невеликий населенный пункт, отдаленный от основной трассы. В этом населенном пункте родились его родители, там же и проживали. Поэтому наш подозрянный ориентировался в этой местности и решил прихватить следы злочину неподалеку от местного кладка.